Привет! Скоро Новый год, а значит время дарить подарки. Я не помню точно делаю ли это каждый год, но очень часто в Новый год я дарю своим подписчикам шампанское. На этот раз я хочу подарить вам две, и я решила записать то, как я буду их оформлять в виде такого небольшого туториала, выложить это. Пост, где будет это видео, будет как раз розыгрышем. Я выбрала на этот раз боск, я решила вас побаловать, взять более-менее вкусное какое-то шампанское. Золотое боско это будет на первое место, а белое на второе место. Эту бутылку мы оформим в оттенках белого и золотого, а эту в оттенках белого и синего. Возможно, куда-то еще серебро приплетем. У меня тут прям очень-очень много всего разного, я надеюсь, искренне надеюсь, что все это мне не понадобится. С чего нужно начать? Это же туториал, значит нужно рассказывать, как это делается. Для начала, это у меня уже сделано, вам нужно купить бутылки с шампанским и счистить с ней этикетки. Проще всего это делать под строей холодной воды ножом. Я пробовала их замачивать в воде, пробовала растворителем их оттирать, просто колыпать, никак. Ножом проще всего. После того, как мы счистили с нее этикетки, ее стоит обезжирить. Вы можете взять обезжириватель специально в магазине купить, можете вообще не обезжиривать. Ну, я сделаю это просто вот. Вот так просто на ватный диск протираем ее. Вы можете этого в принципе не делать, потому что подарочные такие изделия, и они не предполагают того, что вы будете это шампанское как-то использовать, кроме того, как оно будет просто стоять на столе. Хотя, если честно, у некоторых людей, кому я дарила такое вот оригинальное шампанское, оно стояло запечатанным год, а у некоторых оно стояло после того, как они его выпили по несколько лет. Вот эта сама оформленная бутылка. Но в любом случае она просто стоит и никак не используется, поэтому в принципе можно ее не обезжиривать, сама по себе краски не отвалятся. С этим же расчетом я использую обычный акрил, а не по стеклу. Хотя, если вы хотите, чтобы все было максимально качественно, можете использовать акрил по стеклу. Тогда эту краску уже никак не отколупаешь, и она уже точно никуда не денет. Мы обезжирили, и больше это нам вообще не понадобится, можно это вообще убрать со стола. Эту бутылку я захотела оформить в оттенках белого и золотого, потому что у меня осталось достаточно много кракелюра, и я хочу его использовать в этой бутылке. Мне кажется, как раз именно в золотом и белом она будет смотреться лучше всего. А еще у меня осталось совсем немножко вот такой аэрозольной золотой краски, куда я ее уже только не мазала. В прошлый Новый год нам дали попользоваться новогодними игрушками, и там была такая подранная красная новогодняя звезда, и я ее перекрасила в золотой, хотя это вообще была не моя. Так, я покрываю эмалью нашу бутылку. Да, кстати говоря, у меня тут все заложено пленкой, и если вы собираетесь заниматься такими вещами в домашних условиях, вам тоже нужно обязательно все это пленкой закрыть. И если у вас больше одной бутылки, рекомендую надеть респиратор, иначе вы задохнетесь. Покрывать нужно очень тонким слоем, иначе у вас все это дело потечет. Лучше покрыть в два тонких слоя, чем в один плотный. Вот в такой вот первый слой я ее покрыла, пока оставлю ее сохнуть, покрой пока вторую бутылку также фоновым цветом. Так, вторую бутылку мы покрываем белым цветом. Также ее сначала обезжирили, и на днофон мы берем белый цвет. Я еще раз скажу, что использую обычный акрил, которым пользуюсь на постоянной основе. Вы можете взять совершенно любой акрил, но настоятельно не рекомендую использовать гуашь. Как-то у меня была одна работа, одна бутылка черного цвета, и на ней были, по-моему, золотые цветочки. Я покрывала бутылку черным цветом, а цветы напыляла вот такой же краской, только прикладывала кружево. И у меня получались такие очень красивые, ажурные золотые цветочки на черном фоне. Косяк был именно в том, что фоном я использовала гуашь. После того, как все уже было закончено, гуашь не высыхает на 100%, и если задеть ее потом сырыми руками, то гуашь смывается и остается у вас на руках. Акрил так себя не ведет, и он уже никуда не ленится, не смоется, и его можно только сколупать. Опять я использую одноразовую посуду, очень ее люблю, мою любимую. Немного наливаю на тарелку, и просто наношу губкой, как только ее найду. Ммм, я обожаю борда. Я нашла губку. Просто губкой наносим белую краску. Точно так же лучше всего это сделать в несколько тонких слоев, чем в один плотный. Акрил не потечет, так как эмаль, которая у нас на другой бутылке, но если мы его нанесем толстым слоем, то он может у нас потрескаться. И так, вот так мы покрыли на первый слой бутылку белого цвета, бутылку золотого цвета. Теперь можно покрыть на второй слой, как раз пока мы покрывали первую бутылку, вторая у нас уже подсохла. Она, кстати, потом будет тоже белая, но с золотыми трещинками. В принципе, на этом вы можете остановиться, просто налепить здесь еще немножко декоративных еловых веточек и все, и так оставить, и это уже будет очень круто смотреться. Но мне этого точно мало. Вторую бутылку будем покрывать на второй слой белой краски. Ну вот я ее покрыла на второй слой, но как-то мне недостаточно этого тона. Наверное, я буду покрывать эту бутылку еще на третий слой белого цвета. Пока мы, наверное, можем перейти к этой бутылке. Далее я хочу ее сделать в целом белого цвета и чтобы у нее были вот такие золотые прожилки. Для этого я буду использовать вот такой кракелюрный лак. Любой лак, любую краску, все, что вы используете, все нужно сначала хорошо перемешать перед тем, как наносить. Так, как пользоваться кракелюрным лаком? Вам нужно нанести слой, который у вас будет трещина. Мы это сделали, это у нас золото. То есть у нас будут золотые трещинки. Затем мы сейчас будем нанесить этот кракелюрный лак. Можно на один слой, можно на два, можно на три слоя. Больше трех слоев не рекомендую, иначе он скукоживается и превращается в такую морщинистую кожу старика. А если нанести его на меньшее количество слоев, то он как раз дает трещины. И чем жирнее у вас будет кракелюрный лак нанесен, тем будут жирнее эти трещины. Я думаю, что мы возьмем на два слоя. Между ними надо обязательно выждать небольшой промежуток времени. Ладно, наносим первый слой. Это делается кисточкой. И я хочу, чтобы у меня трещины были в разные стороны, максимально рандомно, поэтому и лак я тоже буду нанесить также в разные стороны. Рекомендуется не проводить несколько раз по одному и тому же месту, чтобы не сдирать тот слой, который вы уже нанесли. С этой бутылкой мы закончили. Что у нас с этой? Высохла ли она? Так, ну вот я нанесла третий слой. Меня его ровность, так скажем, вполне устраивает. Теперь губку от белого цвета я думаю, что я помою больше. Я пока думаю, что нам... А нет, вообще-то нам же понадобится белый цвет для того, чтобы покрывать потом эту бутылку. Но я думаю, что мы будем наносить его уже кисточкой, а не губкой. Перед тем я покрою на второй слой краклюрным лаком вторую бутылку. Дальше я хочу нижнюю часть бутылки частично покрыть синим цветом. И таким образом у меня декор будет сверху синий и снизу. А вот здесь посередине я напишу 2020. Просто от руки кисточкой, также синим цветом. Синий цвет, так же как и белый, наношу просто губкой. Той же самой губкой, которую наносила белый. После этого ее помыла просто и теперь использую для синего цвета. У нас создается такой как бы градиент от синего к белому. И теперь я хочу вот здесь написать 2020. Губку пока откладываю, беру тонкую кисточку. В принципе, с нижней частью этой бутылки мы практически закончились. Дальше будем работать практически полностью над верхней частью. Это пока откладываем в сторону. Здесь будем наносить белую краску. Надеюсь, у меня все получится. Если не получится, это видео я не выложу. И просто в разные стороны рандомными движениями наношу белую краску. Сверху на кракелюрный лак. И она у нас должна потрескаться. Пока я тут наношу краску, у меня уже вот здесь уже начинает трескаться. Вот я нанесла краску. Кисточку убираем. Кракелюрный лак нам тоже больше вообще не понадобится убрать. Белая краска, синяя краска тоже убираем. Что вообще делаем? Здесь пока немного. Я думаю, что подождем, пока подсохнет синяя краска. В это время пока займемся верхней частью. Если в нижней части основная работа была с красками, то в верхней части у нас в основном работа будет с клеевым пистолетом. Он уже у меня разогрелся. Тут хотел даже что-нибудь прожечь. Вовремя я его остановила. Надо, наверное, что-то мне взять такое, что-то, что не горит. Сюда, на верхнюю часть, я буду крепить такие вот декоративные деловые веточки. Мне очень нравятся вот эти вот шистенькие. Эти веточки внутри состоят из проволоки. И эту проволоку я не смогла перегрыть ножницами. И я ее просто обломила. Так, похоже, нам одной будет мало. Да, мне как-то одна совсем не нравится. Я возьму две такие. Она ужасно сыпется. Если вы в ближайшее время не собирались подметать полы, то не используйте их. Вот я отломила две веточки. Обе веточки я вот так по форме бутылки загибаю. Вот так. Вот. Вот это мне уже нравится. И теперь все это дело я креплю между собой. Лучше бутылки не крепить, потому что клей очень горячий. И он может... Ну, я не знаю, как это может сказаться на шимпанском, но лучше это не экспериментировать. В общем, между собой эти две веточки я клею на горячий клей. Нужно быть очень аккуратным, потому что горячий клей не просто так так называется. Много раз такое было, что я по своей неосторожности им обжигала. Так что будьте аккуратны. Но если он где-то у вас попал на пальцы и не обожглись, то он, в принципе, очень легко от рук отходит. С одной стороны приклеили и еще с другой сейчас приклеим. Так, здесь мне все нравится, да. Я такой же веночек сделаю на второй бутылке. Больше веточку вот этой вот. Это не так легко, как кажется. Так. Угу. Так, чтобы не повредить эту краску, я сейчас отдельно от бутылки скреплю вот этот веночек, а потом уже прикреплю его в бутылки. Да, все на свете, сажаем на горячий клей. Так, где у нас тут лицевая сторона самой бутылки? Вот это, где написано Босс. Угу. Я поверну веночек на лицевую сторону, смотря, совсем капелькой закреплю его клеем. Просто, чтобы он у меня туда-сюда не дернул. Я все боюсь, как бы у меня шампанское прямо в руках сейчас не выстрелило в потолок. Здесь у меня, в принципе, все уже давно продумано. Я сегодня весь день ходила по магазинам, искала, чтобы такое можно было бы нацепить на бутылку. И вот это единственное, что я вообще нашла золотого цвета, чтобы можно было прикрепить. Вот такая вот красота. Единственное, что мне здесь вообще не нужна, это веревочка. Я ее вообще отрежу. Возможно, куда-нибудь еще залеплю. И вся вот эта вот уже готовая композиция станет центром композиции для моей бутылки. Я ее посажу прямо вот сюда. Так, сейчас я ее... Вот. Вот так, я думаю, будет лучше всего. Да, вот так вот. И крепим это дело на что? Правильно. На горячий клей. Плюсы горячего клея в том, что им можно приклеить все, что угодно на все, что угодно. Это быстро, это дешево. С этим может справиться кто угодно. Еще у меня есть три вот таких золотых шарика. Может быть, их как-то так получится. Так, я хочу побольше еловых веточек в верхнюю часть. Я бы сказала, что дизайн этих бутылок зависит полностью от вашей фантазии. Вы можете придумать все, что угодно. Но на самом деле, как оказалось, он зависит от того, что вы можете найти в магазине. Вот я сегодня, говорю, ходила весь день по магазинам. И вот это все, что я нашла. Хотя я вообще искала какие-нибудь колокольчики, маленькие какие-нибудь шарики. Я хотела еще мельче шарики. Есть еще такие коробочки, как будто маленькие подарочки. Но не нашла ни того, ни другого, ни третьего. И вот взяла, что есть. Также и у вас вы можете тоже придумать одно, а потом пойти в магазин и не найти того, что искали. Если кто-то знает магазины, где находится вся вот эта вот мелкая ерунда, обязательно напишите мне в комментариях, я туда наведаюсь и найду что-нибудь для себя. Могу даже сделать небольшой обзор на эти магазины и сказать, в каких что есть, а в каких что нет. Мне тут не очень нравится, как торчат ветки в разные стороны, потому что некоторые из них выбиваются и я их просто подрезала ножницами. Теперь мне уже кажется, что я хочу сюда прикрепить вот эти шарики. Так, и я хочу сюда еще понавтыкать пару вот таких вот бантиков. Возможно, сюда и сюда. Эти бантики у меня вообще лежат уже тысячу лет и я как раз не знала, куда их применить. Я сразу обрежу эти ленточки, иначе я боюсь, что если я сначала приклею бантик, а потом буду эти ленточки закручивать, то я боюсь, что я оторву бантик, поэтому я сначала закручу ленточки, а потом уже буду этот бантик приклеивать. Я даже хочу, наверное, еще эти ленточки отдельно прикрепить под бантик. Отлично! И такой же я хочу посадить с другой стороны. Самое сложное это решить, куда все это тут приклеивать. И новогодние бутылки для меня это как такая радость предновогодняя, создающая новогоднее настроение, ощущение праздника. И вот на этом я собиралась закончить. Что? А, вы об этом? Это предновогоднее волшебство, не обращайте внимания. Но потом я посмотрела на эту бутылку с разных сторон и решила, что мне не хватает немножко золота, немножко блеска в нижней части. У меня нашлись вот такие золотые бусы, я собираюсь их добавить на низ бутылки. И я решила сделать несколько таких блестящих дужек и чередовать длинные с короткими. А, стоит еще добавить этих золотинок или уже пора остановиться? В этом деле самое сложное это остановиться. Думаю, еще парочку. вот теперь эта бутылка просто идеальна и вообще во всем мне нравится и больше я не хочу ничего с ней делать. Все, в эту бутылку больше я ничего не хочу добавлять и эта красота достанется кому-то из вас. У каждого из вас, кто смотрит это видео, кто в курсе, что это на самом деле часть розыгрыша, знает, что эту бутылку вы можете выиграть. Мне очень понравился вот этот вот цветочек, который тут получился из вот этих вот золотинок и я его тоже скрепила клеем, чтобы он у меня не распадался. Вот такая красота. Все, пусть стоит. Вот с этой бутылкой мы тоже провели небольшие манипуляции. Я нанесла немного лака на нее, просто обычного акрилового лака на всю вот эту часть, которую мы закрашивали краской и на нижнюю вот эту часть нанесла блестки. У меня есть тут целый пакет блесток и вот этот снег я нанесла на нижнюю часть, просто вот так сверху насыпала на еще не высохший лак. Сейчас мы работаем уже с верхней частью этой бутылки. На этой бутылке у нас есть три маленьких елочных шарики. Для синей бутылки я не нашла ни серебряных, ни синих таких маленьких шариков. Вместо шариков сюда я повешу вот такие вот маленькие бутылочки, которые я наполню тоже блестками. Вот этими серебряными блестками, которыми я обсыпала они из бутылок. Мне очень нравится, когда такие бутылочки наполняют каким-нибудь цветным песком или кладут сюда очень-очень какую-нибудь маленькую декоративную пластмассовую веточку или цветочек и вешают их как кулончик. У меня, кстати говоря, несмотря на то, что есть набор этих бутылочек, нет ни одного такого кулончика. А у вас, у того, кому достанется эта бутылка и будет целый пять, там будет очень сложный номер. Не повторяйте этот номер в домашних условиях, если у вас нет персональной уборщицы. Ваш дом неизбежно будет весь в блестках. Закупориваем эти баночки пробковыми крышечками, привязываем их на ниточку. У меня есть вот такая красивущая синяя ленточка. Мне нужно будет взять ленточек разной длины. Ага, в таком уже меня не готовила. Ленточки рассыпаются, и надо их чем-то обжигать. У нас никто не курит. Но выход есть всегда. Обжигать кончики я буду птичками. И теперь, как на елочку, я просто повешиваю эти баночки на свою бутылку. Так, погодите, а как я теперь буду покрывать лаком? Как? Очень аккуратно. Вот я закрепила лаком блестки в нижней части, повесила свои инфраструктуры на елочные игрушки. На свою елочку ни лак, ни блест, ни пист, ни вода нам больше не понадобится. И можно ее убрать. Еще у меня есть вот такие писточки, и я вот думаю, как мне их еще сюда запихать. Вот так у меня дверливые, две короткие. Вот, вот так мне очень нравится. Частично я их, не закрепляя клеем, привяжу к вот этим баночкам с серебряными блестками. Одну я прикреплю отдельно к вот этим зеленым веточкам. Но из-за того, что здесь ничего никак не приклеено, все-таки только нужно быть аккуратнее в пакетик, просто так ее домой не принесешь, иначе все это распадется. Ее придется вести аккуратно, наверное, в руках, ну или пусть в пакете, но все-таки держать ее. Вот такая красота. Еще у меня есть вот такие вот звоночки. Сюда прям напрашивается какой-нибудь бантик. У меня еще есть бумажные вот такие. Да, давайте бумажные попробуем. У меня бумажные тоже есть. Ой, кстати говоря, отменить на сегодня ленточку. Всего пять синих и три белых. Идеально. Эту красоту я сейчас буду приклеивать по нижней линии елочки. Здесь, чтобы равномерно распределить эти все колокольчики, мне нужно приклеить три синих рядом друг с другом подряд. Остальные я буду чередовать синие и серебряные. И эти три синих собираюсь приклеить переди над цифрой 2020. Прямо напротив этой тройки у меня должен быть серебряный колокольчик. оставшиеся четыре колокольчика я равномерно распределяю между теми, которые уже приклеили. И при этом чередую цвета. Центр композиции я собираюсь сделать подарочный бантик. Это уже все-таки подарок. Обожаю эти бантики. Когда ты вытягиваешь эту веревочку, какая-то магия проходит просто и у тебя получают какую-то ленточки. Красота! Ммм, очень мягко. Не уверена, нужно ли этот бантик приклеивать. Может быть, достаточно его привязать. Нет, я не хочу его привязывать, чтобы у меня сзади не было ленточек. Поэтому я еще на один узелок завяжу сзади и приклеиваю просто на клей. Все, вторая бутылка тоже у нас полностью закончено. Мне очень нравится, как они у нас получились. Еще один небольшой совет, если вы вдруг захотите повторить или сделать что-то подобное, это клей, когда вы его используете, вот этот горячий. Если вы его наносите, старайтесь вот эти импочки клея прятать под что-нибудь, открывать их, перекрывать, клеить куда-то с изнаночной стороны, чтобы было меньше видно. Тогда ваша работа будет выглядеть гораздо аккуратнее и привлекательнее. Нет, я не смогу это... Все, я не буду этого делать, не буду, нет. Хотела восхититься этими двумя бутылками, но нет, мне не платят гонорар за эту актерскую игру, поэтому я не смогу этого сделать. Мне правда очень нравится, как получились бутылки, что одна, что вторая, это просто вот Эльдорадо, это вообще в моих любимых цветах восхитительно. Вся блестящая, вся золотая. Обе бутылки по роста бомба. И обе эти бутылки станут вашими. Смотрите подробности в описании, ищите. Я думаю, что это будет как обычно, просто по репостам. Ну и так от себя, я попрошу вас оставлять комментарии под этим постом Вконтакте, там где будет розыгрыш, чтобы вы хотели получить от Деда Мороза на Новый год. Когда я буду проводить розыгрыш, сначала мы разыграем второе место, а потом первое. До новых встреч в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok